кто-то, например, из ребят берут вилы и разносят эту солому а кто-то непосредственно садятся и укладывают ее под кусты наш спонсор White Cheese From Шуковка производитель сыров с белой плесенью Бри и Камамбер мирового класса задача какая? это делается вот как раз примерно в эту фазу вот происходит налив ягод ягода начинает краснеть только начинает до этого, естественно, нам же надо почву обрабатывать и надо, чтобы максимальное время время урожая, когда люди ходят и топчут, и ягоды собирают ее же обрабатывать нельзя и в этот период, естественно, мы землю не можем обработать почва уплотняется растением тяжелее расти становится и поэтому мы максимально оттягиваем укладку соломы до момента, когда ягода только начинает созревать и примерно неделю у нас уходит подстелить в эту неделю мы немножко ягоды уже самой первой убираем ее пока немного и укладываем солому задача такая берется куст, рукой отводится кладется под него солома назад опускается то же самое берем, укладываем кучок взяли кусты отодвинули положили назад все разложили так же, вот с ягодой прямо взяли аккуратно подложили отпустили ягода легла на солому ничего сложного нет вот если кто-то ягоду оставляет под соломой или листья то я начинаю сильно ругаться потому что получается под соломой влажность близка к 80% примерно ягода сгнивает быстрее ночью вообще 100% утром долго влага держится ягода это сгнивает если лист под соломой то естественно на него не попадает солнце и он не работает он тянет какое-то питание на себя дышит ночью а днем ничего не производит и работает на хлебником получается а между ряди мы тоненьким слоем закладываем чтобы не испарялось с поверхности почвы влага если соломы мало можно конечно не закладывать но тогда например при поверхностном поливе бывает ягода забрызгивается грязью а если без полива земля быстро сохнет а в этом случае если в момент весной вы пролили хорошо землю обработали и уложили ее соломой влага ну 2 недели по крайней мере держится это гарантированно дает возможность получить урожай если еще дополнительно через дней 10-15 полить тогда урожай можно примерно на 30-50% удвоить на сорняки как-нибудь влияет мульча вообще или никак на что влияет на сорняки солома конечно она закрывает почву семенные не могут зайти но многолетние корневичные конечно выскочат но многолетние надо перед посадкой уничтожить поле под клубнику желательно 2 года под паром держать регулярно обрабатывать многолетние тогда погибают однолетники ну нам приходится выпалывать уже вручную но с ними легче воевать с ними можно если вовремя землю обрабатывать они уничтожаются в результате обработки например дождь прошел обработали обрабатывать все равно нужно чтобы влагу закрыть заодно гибнут однолетние сыр вы просто обрабатываете да а предшественницы какие-нибудь есть не практикуете ну мы же с 17 здесь с 15 года площадь большая зачем нам предшествовать и нам паровые земли эти которые 15 лет стояли надо хотя бы освоить вот а после клубники земля жирная получается можно например какую-то другую ягодную культуру сажать там смородину например либо просто у нас сорняками зарастает мы ее там косим периодически к примеру когда уже уйдут тут сорняки в основном крестоцветные они почву сами обеззараживают зачем деньги вкладывать она под паром постоит отдохнет зараза уйдет из нее тогда будем думать либо клубнику посадить либо еще что-то говорю прижимать к земле поплотнее да чтобы она потом не закрыла листья вот и через ряд они ходят здесь топчут да а здесь они не топчут земля должна остаться рыхлая потому что утоптанная земля она выпускает влагу раз микробиологические процессы в ней резко замедляются два умирает биота почвенная да получается если через ряд ходить и ногами туда не скакать да то утаптывается ну примерно четверть площади да а если каждый ряд ходить то минимум половина а то и больше потому что человек уже тогда не контролирует куда он наступает когда мы ее убираем когда силы позволяют бывает что вообще не убираем бывает она до следующего года лежит например да и мы ее просто ну подпалываем надо стараться и ходить также через междурядия ухаживать ну это если к примеру молодая посадка там не загустилась вы ее не перекормили если перекормили можно клубнику искосить в принципе прямо по соломе аккуратненько ручной косой например да вот либо такой вариант мы просто берем это все вот человек например стал вот здесь да вот он берет длинными граблями два междурядия и вот сюда под ноги себе все это сгребает здесь образуется волок а два ряда пустые эти два ряда обрабатываются а этот рядок получается тут большой такой хороший волок да он закрывает почву от сорняков сорняки прорастают непосредственно только под кустами но их не так много там уже можно подполоть под кустами а вся эта солома она перегнивает тут размножаются снизу черви и это идет в качестве подкормки под растения а эти ряды обрабатываются а на следующую весну даже вот эту оставшуюся можно в принципе оставить чтобы ягода как бы защищалась а можно если осадков было достаточно эта солома она уже в большом волке и при влажности достаточно перегнивает пустите технику и мотоблок и запахать это от погоды зависит эти три ряда свободных один занятый когда убирается солома через три ряда человек стоит и сгребает с этих двух правильно ну да он с одну сторону сначала гребет потом в другую засоренность однолетними сорняками куриная проса куриная проса в принципе зимой вымерзнет останется клубника да что еще можно использовать в качестве мульчи а в качестве мульчи мы еще опилку использовали забыл пару ведерок вам хотел взять и забыл ну что опилка просто что она прямо с ведер сыпется вокруг руками немножко разгребли и все после ну вообще например оптовикам очень не нравится кто в этом ягоду берет и говорит после опилки она гораздо хуже чем после соломы потому что она прилипает как-то вот товарность теряется а солома она же не липнет конечно на соломе ягода красивее получает вот ну солома конечно плюсов очень много с тканями я даже никогда не пытался связываться просто даже это умом понимаю что овчинка выделки не стоит это если при механизированной какой-то работе каких-то таких технологиях где возможно полная механизация включая орошение укладку и уничтожение еще то да возможно там могут быть большие рентабельности но это в грабительских странах может есть где там денег много и они могут себе это позволить нет ну а вот для для наших садоводов любителей в принципе у них участки небольшие у них этой клубники может расти там не знаю ну я бы так сказал я бы может быть укрывал бы где-то в полутени наверное где участок не вот как у нас в поле жарит солнце а где там ну пол дня солнце светит вот где повышенная влажность воздуха там мне кажется может и получше будет результат а где-то в поле не вижу большого смысла я вот еще слышала вот вы сейчас сказали да что солому ее в принципе можно закатать потом да закопать перекопать и перегнившая солома она будет использована в качестве да как удобрения то с опилками так нельзя да их нельзя перекапывать они там как-то или может это иметь значение какие опилки во-первых кислотность если в опилки внесли по-моему килограмм 15 азота на тонну опилок надо внести примерно вот посчитать сколько в опилке внесли и дополнительно не считая того что урожай после урожая просто внести дополнительно это это количество азота то есть 30 килограмм 90 килограмм селитра на тонну получится по-моему так сотки не переведете на тонну опилки да ну опилку ну я не знаю можно насыпать и 10 килограмм опилки там на метры можно и 20 можно и 5 да на сотки как перевести ну в машине там допустим ну в камазе в большом ну пусть там тонны 3 допустим опилок да на камаз получается сколько сколько я сказал 90 килограмм на тонну умножить на 3 270 килограмм да на большой камаз огромный там тут целый огород наши дачники конечно могут не так участвовать ну камаза в общем я правильно понимаю что солома это вообще на 20 для мульчирования самый оптимальный все таки вариант правильно солома он наиболее дешевый при сравнении с материалом дешевая опилка конечно дешевле опилка опилку мы брали за большой камаз 2000 рублей ну еще плюс азот надо вносить азот точно это дешевле ну надо вносить ну вы это понимаете вы это если азот вносите вы все равно вы это вкладываете в рыхлость почвы это все равно что вы навоз внесете примерно да поэтому это никак не повышается я просто пытаюсь понять почва плюсы и минусы каждого как это каждого способа каждого материала для мульчирования то есть опилки материал и солома не знаю может быть плюсы и минусы каждого ну плюсы опилки то что после опилки можно смело обрабатывать почву она никак не не дает сопротивление обработки да это плюс минус то что конечно нет для человека который для себя выращивает в принципе опилка больших минусов не несет но важно при основном внесении удобрения саму почву нормально заправить снизу чтобы там было достаточно азота вот и всех элементов питания сверху укрыли тогда опилкой и она никак не мешает росту растений я не замечал никакого отрицательного влияния а еще положительное есть например в опилку когда молодые усы прорастают формируется такая густая хорошая белая корневая система солома ну солому корни не прорастают она только что держит влагу так же как и опилка ну и она просто ну вот так вот ягода совершенно чистая получается изолированная от почвы от вредителей почвенных от слизней всяких слизень же не может по соломе например проползти он же не обезьянка чтобы прыгать по сукам ему надо поверхность гладкая естественно слизней например на соломе не может хотя на опилке наверное тоже может вот причем плюс другой еще в соломе солома она по питательной ценности например она более полноценна чем опилка опилка это древесина измельченная в ней содержание питательных веществ гораздо меньше солома если перегниет это вот тот же самый сидират получается другой плюс ее черви лучше едят она очень хорошо влагу держит дожди прошли вот сейчас видите ветер я поливаю сейчас хотя сегодня вроде день суховей и тому подобное почему вчера прошел дождь хороший дождь он землю намочил примерно на такую глубину он промочил землю 10 сантиметров на эту же глубину мы обрабатываем почву на 10 сантиметров то есть прошел дождь идеально нужно закрыть влагу мы эту влагу закрываем разрыхляем слой 10 сантиметров который сильным ветром ветер идет по почву и выдувает эту влагу и то что мы ее обработаем никакой пользы с точки зрения задержания влаги нет если мы сейчас после дождя не прольем и обработаем то обработкой мы только разрыхлим почву а если польем и обработаем то мы разрыхлим почву и запасем влагу, а влаги сейчас дефицит, вода грунтовая сильно уходит, было много засушливых лет и верховодка опустилась сильно, поэтому еще надо конечно на клубнике прежде всего стараться сберечь влагу, поэтому солома конечно в этом плане она очень хороша, если вот это поле например после дождя нам надо еще полить раз и порыхлить два, то после соломы, если мы ее уложили, ее после дождя в принципе можно не поливать, если слой плотный и рыхлить тоже ее не порыхлишь, рыхлить надо было до того как солому уложил и потом естественно ходить через ряд, тогда в принципе дождь во первых он не создает эту корку при поливе, потому что солома она снижает скорость полета воды и вода медленно получается по капиллярам сходит вниз и почва под ней дышит, а если ливень проходит на незакрытой почве, он сразу же создает почвенную корку и естественно проникновение воздуха в почву резко затрудняется, корни начинают задыхаться и тогда растения скорее поражаются вертициллиозом разными гнилями такими корневыми, хуже дышит от чего хуже растет растение, поэтому конечно соломы плюсов много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова